Здесь находящиеся людей, теперь все связаны с союзной разработкой, да? Ну, поднимите руку, кто связан с союзной разработкой. Окей. Знаете, будем делать доклад в сторону общих каких-то принципов, потому что ничего общего связанного и конкретно на iOS тут, наверное, не будет. А доклад сегодня будет больше текстовый, а не какой-то информационный. Он будет про использование осерков. Про использование техники, так вот, в принципе, про преимущества, которые она дает, и про то, как аккуратно ее надо использовать, и что ее помощью можно будиться. Итого, история понятия. Что такое осерк? Осерк был придуман как одна из техник защитного программирования. Защитное программирование, в самом принципе, родилось в момент, когда появилось несколько... Ранее-ранее разработка, то есть начали писать только еще. Си, наверное, не было. Мы ассемблили под доску, ну, и под более ранней системой. Тогда появилось несколько процессов одновременно, и испорченная память могла появиться в любой момент. Другим процессом мы просто могли ее переменить. И тогда появилась технология под названием защитное программирование. В свое время она очень много принесла пользу, потому что позволяла остановить и не испортить пользовательские данные, если что-то случилось не так, если ошибка в операционной системе или в ходе другого программиста. В наши дни эти настолько жесткие меры уже не актуальны. Ваш код никто, кроме вас, испортить не может. Но вместо этого мы получили несколько программистов в этом проекте. И защитное программирование как техника опять нашла свое место, потому что теперь другой программист, работая параллельно с вами, может испортить код или неправильно использовать тот код, который вы написали. И для того, чтобы обезопасить себя и пользователей, и фронтаймер, не допустить нестабильного проведения в продакшн, когда вы знаете, что если код прошел тестирование мануальное, автоматизированное, какое вы используете, не важно, то он надежный, ему можно доверять. Для этого используется техника защитного программирования. Сам посетительный серфер – это очень древний понятие, он существует, наверное, в абсолютно всех языках программирования, но почему-то большинство используют это сочетение как технику для один тестов. Там используются специальные библиотеки, хелперы, кто может работать с спектрой, экспектрой. У них очень богатый наборный серфер. То есть там можно сравнивать прямо не только значения, как булевые, но и неправильные массивы и все прочее. К сожалению, в ней из тестов это все не работает, по крайней мере требует определенных усилий. Поэтому остались на данный курс том, на обычных асертах. Асерты делятся в несколько категорий в каждом языке программирования. Конкретно в GTFC их существует два вида. Вот это парадик асерт и просто асерт. А чем они отличаются? Они отличаются своим предназначением. По сути, они делают иное то же. Они позволяют проверить, правильное ли какое-либо убеждение булевое, и остановить исполнение программы, если оно неправильно. То есть у вас программа просто, как говорится в народе, за «crashers». И делать надо даже в продакшн. И казалось бы, это все то, от чего мы отталкиваемся, это антипод. Мы не должны выпускать «crashers» в продакшн. Мы должны запасить «crashers», у нас должны быть исключения, пробовать ошибок. Я вам скажу, что все это полная фигня, потому что все равно они доходят. Вам нужно «crashers» в приложении. «crashers» как можно чаще. Только что-то идет не так, как вы планировали в момент написания, вы должны уронить все. И чем громче вы уроните приложение, тем больше вероятно, что это починят. Потому что если вы просто что-то напишите в блог, это проигнорируют. Ну, на камеру же природа программистов, они не будут делать что-то сверхнеобходимого. Поэтому мы для обработки ошибок сделаем необходимым, чтобы оно, как или иначе, было сделано. То есть как только происходит ошибка, приложение останавливается. Как только вы детектируете неправильное проведение приложения, приложение останавливается. Останавливать приложение не страшно, потому что вы не отправляете его в кастер игрок сразу. У вас есть QA. И основная из основных ценностей – это доверие внутри команды. Если вы доверяете своим QA, а вы обязаны ему доверять, значит смысла нет. Никакого проводить QA. То вы знаете, если он все протестировал и ничего не упало, то надо отдавать продакшен. Это значит, что все ваши серпы не сработали. Они оградили исполнение кода таким образом, что все прошло замечательно, успешно. Готовимся к различным между ними. Параметр SERP проверяет входящий параметр внутрь функции или внутрь метода. Это пишется обычно в самом начале метода и в некоторых квартах. То есть это как документация о том, с какими значениями этот метод может работать. Например, если вы не можете обрабатывать нилы или нулы, вы должны поставить SERP. Т.е. пусть лучше он свалится по вашей причине. И в блок будет выведено сообщение, что метод бета-предот глубинен, чем он свалится где-то в глубине, по исключению внутри системы, когда вы попытаетесь записать его в словаре или еще куда-то. Т.е. чем раньше вы корректируете ошибку, чем более высокий уровень по стеку, тем больше информации сохраняется об ошибке, тем больше, вероятно, что вы ее локализируете и все-таки почините. Это основное предназначение именно этого типа. Второй факт – это обычный SERP для промежуточных утверждений. Например, что результаты, что, например, запрос в базу данных совершился без ошибок. Т.е. что ошибка, которую вернула вам прибыль, она не будет, то есть ее нет. Для IOS это актуально, потому что в IOS разделена обработка exception и ошибок. Exception считается все то, что не чинится. Ошибка – это все то, с чем можно все-таки как-то и делать. Насколько я знаю в Java, exception бывают нескольких видов, и там все так распространены, по той причине, что у вас вот так есть exception. Т.е. если вы не обработаете exception, он у вас дойдет вверх и программа уходит. Это можно использовать как некий альтернативный механизм, но это не спасает от внутренних ошибок, но не от логических ошибок. Если вы ожидаете в базе данных только один объект определенного типа, ну у вас так спроектировано, а у вас их там 10, то это логическая ошибка. И в момент чтения из базы данных вы должны проверить, сколько там все-таки лежит этих объектов. Может быть все-таки 10? Если 10, то это ошибки. Надо остановить исполнение программы. То есть не надо бояться остановить исполнение программы. При систематическом подходе это ведет к лучшему коду. Потому что вы не отдаете копт лучше, вы не пишете лабораторную работу, которую будут проверять. У вас задача сделать отличный клон, который не крэшится. А для этого нужно все крэши убрать. А для того, чтобы убрать все крэши, нужно измеча поподставить, чтобы понять, где он может закончиться. Для этого нужно серфировать. Следующее, это как обрабатывать в дальнейшем. С exception-ами есть замечательная вещь, это try-catch. Вы поставили catch, и у вас ничто не уходит за предел. А со серфами существует подобная система, называется searcher handling. Это объект, у которого будет вызван его метод, обработая серф. По дефолту этот метод пишет лоб, что произошло в серфе там-то, и падает. Что вы можете полезного сделать здесь? Например, по умолчанию, когда вы отпускаете приложение в App Store, то все серфины включаются. Они включаются для того, чтобы не занимать процессорное время. Проверки могут быть довольно тяжелыми. Например, там может быть запрос отдельной базы данных, которые что-то там проверили. То есть это тоже может быть проверка аналогическая, она обоснованная. И она может занимать время, чтобы не тратить это время у пользователей конкретного. Предполагается, что вы уже все проверили у себя перед тем, как проверили нам с вами. Это поведение не всегда хорошее, и есть способность подхода для бета-тестирования на пользователя. То есть вы отправляете пользователям серую версию, и очень-очень быстро фиксики бани, которые они находят. Приложение падать как бы не должно. Если у вас приложение будет крешить от любой вашей неточности, то пользователь будет удалить через 5 минут использований. Вместо этого вы все шатаете, и вы можете отправить сообщение об ошибке, допустим, на Crashlytik. Добавите Optus Flight, какую вы используете еще структуру. URBAT, Fairship, Flurry, все что угодно. Все, что вы используете для аналитики, может использовать сборы и анализы ошибок. Crashlytik с этого отлично подходит, потому что у него есть разделение, вообще это будет специализировано. И в данном случае он перекладывает все, чтобы не дать ему пить приложение именно в продакшн. Перекватывать приложение в дебаге, в тестировании, это бессмысленно, это уничтожает саму суть использования сервера. То есть еще иногда использование сервера называют очень интересным фразой, это принцип самурая. То есть ваша программа должна в своей работе соответствовать принципу самурая. Либо она выполняет свои условия до конца, либо она работает полностью корректно до конца, либо она заканчивает свой столб. То есть собрай, живи или уби. Прошлая программа. Как можно вообще понять, что нужно тестировать, с чем разбираться? Существует такая вещь в теории ограничений. Ее используют в очень многих вещах, в том числе в Project Management, если кто-то интересовался, есть такая теория, она вывела несколько методик. Но ее также можно применять успешно и в других практиках, например, программирование. Теория ограничений говорит нам о том, что все, что происходит, является результатом исследования определенного набора ограничений. Именно вы заставляете эти ограничения, тем самым, посленно заставляя течь воду в нужное вам русло. То есть вы не меняете русло лиги, вы просто перекапываете двигат. И вода сама течет туда, куда вы скачете. Это и есть теория ограничений. Вместо того, чтобы написать правильный код, вы просто блокируете неправильные пути исполнения и делаете это до тех пор, пока код не будет работать правильно. В прямом применении это чем-то похоже на DDD в чистом виде. Вы сначала пишете тесты, а потом у вас тесты сами собой рождают правильный код. Со серкой можно относиться точно так же. Сначала вы придумываете серкой, которая обезопасит вас от неправильных пути исполнения. А правильный путь останется один или единственный, и сам код будет уже очевиден, что написано. Какие принципы существуют пути исполнения? Ну, пожалуйста. Это счастливый путь. Тут чуть-чуть до ритуала, но там написано все идет своим чередом. То есть вы делаете запрос к серверу, вы находитесь в отличном Wi-Fi. А сервер у вас доступен, постоянно поднят, возвращает вам данные, данные не содержат ошибок. То есть пока у вас приложение шло в App Store, в Backend Developer не изменили формат общения между ними. Все пришло, распачивалось в любом базе данных. Вот даже в базе данных все синхронизировалось. Все отлично. Это Happy Pass. Это то, что вы пишете. Это то, основное ваше волю как программиста. Это формирование этого Happy Pass, чтобы требования заказчика путем следования определенного этапа были выполнены. То есть данные отображены, все получено, все отлично, это Happy Pass. А зачастую, о чем начинает думать программист после написания Happy Pass, это Bad Pass. Это плохой путь, когда все пропало. То есть, допустим, у вас сервер недоступен. И вы не знаете, что с этим делать, что вы делаете. Вы показываете пользователю ошибки. Сервер временно недоступен. Ну и все. Собственно, это максимум, до чего доходит, еще добавить ноточку до края. В более сложных вещах на проектах, у которых новые деньги, есть еще актуальный режим работы. Это не всегда актуально и не всегда нужно, но это Bad Pass, когда вы уже обработали ошибку, вы поняли, что с ним происходит, когда ошибка. Есть еще третий путь, это Set. То есть, что-то происходит с вашим проектом, но это Handling. Это может быть обработано, это все те же обращения к серверу. Они могут быть обработаны, они могут быть проанализированы и сделаны в правильной выводе. То есть это Set Pass, когда все еще находится под контролем. В отличие от Bad Pass, вы уже теряете контролем. Так вот, в случае с Set Pass вы их взаимодействуете с пользователями. То есть, все взаимодействия с пользователем – это реакция на Set Pass. То есть, это какая-то адекватная реакция. Bad Pass – это только сервер. У вас не доставок в сущности с базы данных. Валюте в черное приложение. У вас половная база данных. Будет намного лучше, если вы убьете приложение сейчас, а не когда юзер запишет данные свои кредитные карты, они испортятся и пройдет что-то неправильное. Потому что есть юзер-дженерерный контент. И лучше обезопасить юзер от генерации контента, чем позволить его потерять. Потому что потеря юзер-дженерерного контента – это потеря доверия к приложению. Ну, вы сделали запись в приложении «Ведение финансов». Она потеряла эту запись. Вы будете пользоваться этим приложением в дальнейшем? Нет, оно некорректно работает. То есть, оно работает, но не закрешилось. А вы пытались сделать запись, оно закрешилось. Но вы запустили заново. Если проблема не хроническая и она прошла тестирование, то вероятность, что это повторится второй раз, довольно маленькая. Таким образом, настраиванные ограничения можно прийти по определенным правилам и определенной методологии программирования. Она была сформирована названием «контрактное программирование». Контрактное программирование состоит из очень интересной методики. Это тоже есть аналогия с ТДД. Суть в том, что вы формируете список пост-условий и предусловий. То есть, список того, что должно выполняться перед работой метода и после работы метода. Просто список условий. Даже не описывая, что, собственно, делать. Например, метод «сохранить за логини пользователя» должен как предусловие быть, что такой пользователь, у него есть и мейл корректный, что он был проверен до этого кем-то, что он болиден, что есть пароль, что, допустим, есть связь с сервером, если вы хотите логиниться. То есть, перед тем, как вызвать этот метод, вызывающий это его ответственность, и вы явно декларируете ответственность вызывающей стороны, соблюдать все ваши предусловия. Вместо этого вы даете гарантию пост-условий. Контракт на программирование – это все автоматизировано и это все проще. Но, к сожалению, оно не распространилось дальше, чем работа с базами данных или какой-то интерфайс-сектор. То есть, мы можем смотреть на это просто как на учебное пособие, как мы можем формировать свои программы, как мы можем устроить взаимодействие между компонентами, между функциями, модулями, классами. Принцип пред-кост-условий относится к любому уровню вашего приложения, начиная с метода, с частей даже нескольких строчек, и заканчивая всей системой. То есть, взаимодействие между модулями тоже можно строить через контракт. А когда у вас есть жесткий контракт, внутри остается единственный способ исполнения кода. Или не единственный, но в любом случае он будет правильный. Настолько правильный, насколько правильные ваши контракты. То есть, это способ записать, задокументировать требования в которых нет-то кода. А все-таки это способ, в том числе, можно сценить контракт. Способ задокументировать требования в вызывающей стороне внутри кода и гарантировать какие-то обязательства в конце мета. То есть, что после моего метода там какие-то обязательства сохранялись. Программист читает, открывает метод, видит, окей, в конце серфа будет то-то-то-то. Ему не надо читать метод, он уже знает, чем закончится этот метод исполнения. Потому что серф гарантирует, что если что-то будет не так, то он просто не пройдет. Сейчас я хочу показать несколько примеров, я не уверен, что это будет хорошо видно, но тем не менее, я буду максимально сразу комментировать. Да, это совсем не пройдет. То есть, ну, в принципе, может быть, 2. То есть, ближе видно, что вот, ну, пустой примерный срок. То есть, мы делаем запрос 2, да, и мы проверяем, что ошибки нет, и что запрос, сущность, которую мы запросили, меньше 2. То есть, меньше 2 означает 1 или 2. То есть, она либо есть одна, либо их нет в принципе. Это вот наша корректность. То есть, первое, мы видим, это обработка, фактически, ошибки. То есть, на будущее, если мы научимся каким-то образом обработать эти ошибки, общение с базой данных, мы будем ее обрабатывать. Мы удалим эти серф. Но сейчас мы не умеем обрабатывать эти ошибки, поэтому мы ставим серф. Я не призываю, не подумайте, забитая обработка ошибок, и ставьте здесь оркопешек в приложении. Это как бы overuse, и это не то, что требуется. Требуется обрабатывать ошибки вот в тех местах, которые вы не можете придумать сейчас по логической обработке. Ну, допустим, у вас нет времени, нет времени обсуждать требования заказчикам, или они не совсем понятны заказчику. Или это технические ошибки, которые, может быть, произойдут в будущем. То есть, например, заказчик вам ничего не скажет. Он скажет, я хочу, чтобы этой ошибки не было. А он не скажет, чтобы вы ее обрабатывали. Никаких требований не будет прописано. То есть, ошибки в запросе базы данных. Ну, это ошибки или обработка ошибок. А вот, следующее, это обработка логического состояния. То есть, это уже то ограничение, которое вы накладываете на программу. Вы говорите, что я гарантирую, что у меня ни в какой момент времени в этом методе не будет состояния, при котором этот условие нарушился. То есть, сам по себе все это просто проверка. Это просто проверка, вызов методов, параметры в случае проверки. То есть, технически это ничего сложного. Но то семантическое оружие, которое вам дается, тот способ управлять потоком программы, он намного мощнее, чем та техническая часть, которая его представляет. Вот пример параметры сервера. Как у вас есть конструктор, принимающий параметры, когда вы говорите, что я хочу быть уверенны, что эти поля не пусты, что какой-то текст мне был уверен. А для чего это нужно? Для того, чтобы... Потому что обычно вы... Что вы можете делать со своим параметром? Либо его тут же утилизировать, то есть как-то использовать, либо передать дальше. А за счет повышения абстракции постоянно, то есть проверка, то проверка просто расстраивается. Количество процентной передачи параметров дальше, оно все растет и растет. И, соответственно, вы не можете знать, насколько параметров, где он сработает и где удаст ошибку. То есть вы передаете параметры дальше, через 20 слоев он доходит до какого-то нижнего уровня правильной системы, там оказывается, что параметр не валютный. Если вы не сделаете это ранее, то вы получите не информативное сообщение об ошибке. Вы получите, кто-то пытается положить не в слое. Где это происходит? Что с этим происходит? Кто это сделал? Непонятно. То есть отдебажа такое, когда приложение уже в продакшене, очень трудно. Пока он у тестировщика, вы можете понять по внешним причинам. То есть я находился на этом экране, что с амкулацией он упал. Окей. Вы повторяете, о, упал. Ловите бейтпоинт и начинаете последку с вами отдебаться. Вместо этого вы только дополните сам верхний уровень и ставите асерк. То есть если вы поставили асерк на самом верхнем уровне, то это гарантирует, что все, что идет вниз, будет работать. То есть эти параметры, которые вы купили асерками, они валидны. Но только валидность вы понимаете. Вы можете не до конца понимать, как работают фрейлёрки, но опять-таки это вопрос, а если фрейлёрк уместен в эту внутреннюю ошибку, то это ошибка фрейлёрка. И, скорее всего, вы найдете где-то на ней информацию. Это что касается параметных сортов. По примеру, где мы говорим, что... Лиеки для вкачки повыше, наверное. Повыше, чем Лиеки. Между асерками Лиеки. Ситуация в чем? Да, теоретически можно положить перед непосредственно созданием объекта и гарантировать, что этот объект, в принципе, не будет создан. Корректно. Но, наверное, правильно. В данном случае лучше. Потому что уже как патруль, когда сначала идёт создание объекта... Да, в данном случае... Можно на такой уровень подняться и не допустить создания некорректного объекта в принципе. То есть понятно, что в случае асерка вас уже не интересуют, вы убили приложение, чтобы создавать память, это уже мелочь. То есть, если память мертва, то то, что не пойдёт, да, он пробовал? Но если он просто отправит на флоре, что-то придёт дальше, то он пойдёт где-то внизу. То есть, скорее всего, в случае сэршенхендера вам нужно, если не убить приложение, а отправить отчёт, как-то вернуть исполнение. То есть максимально тянуть его в атлетической точке. Но это уже вопрос реализации насколько вы будете делать. Если можете, то верните его просто в стартовый экран. Или верните его на самый удобный план. Подвините действие, если это возможно. Но зачастую архитектуру очень трудно поставить так, что можно оттуда с ними управлять дергать на те ниточки. Поэтому, скорее всего, да, он просто пойдёт дальше. И асерты сообщатся на флоре, а они вниз все-таки опустятся и упадут в самых нервах. То есть, если у вас неправильные данные будут крэшить, то у вас и продакция закрэшится. То, что вы сделаете, это только запишите точку, где это у вас произвелось. То есть, поймаете его на высоком уровне. А если это не приведёт к крэшу, то у вас получится нестабильное состояние. Но опять же касается продакшена. Не пишите асерты, исходя из работы в продакшене. Они должны все проверяться и инвестироваться на тайпе ДВМ. То есть, рассчитывайте, что они будут крэшить приложение. То есть, это их основная задача. В продакшене тоже костыли, как жиг с ними. В продакшене это тема реально опыта. И что покрывать? Это тема, когда вы начинаете использовать асерты, и вам кажется, что вот на этом уровне я покрою. Спущусь ниже. Ну и тут тоже можно покроить. Мало, никто меня вызовет. Ещё ниже. И покрою. То есть, получается много дупликатов. При изменении API вы меняете не только саму API, но и сершин. Такая же проблема возникает и при использовании мини-тестов. Если вы слишком многие вещи тестируете в мини-тестах, то при изменении API вы точно так же будете проходить по десяткам тестов и всё переписить. А всё-таки в некотором роде это runtime-тест. Можно это просто понимать так. Так, что же покрывать? Покрывать нужно интерфейсы взаимодействия с другими модулями. То есть, ваша задача обеспечить работоспособность как можно больше единиц. То есть, например, есть функция. То, что влияет на работоспособность функции, должно быть покрыто. А то, что влияет на работоспособность модуля в целом, то есть класс, должно покрываться на уровне класса. Любые проверки должны делаться на том уровне, на работоспособность чего они влияют. Таким образом вы избежите группирования. Естественно, вы будете ходить по граблям и как-то ошибаться, вы никогда не денетесь. Но общее правило такое. Проверка должна производиться на том уровне, на работоспособность чего она влияет. Также массивное использование серфов можно назвать серф-драйв-небелоком, по аналогии с ТТД. Но как культур ее выделить нельзя, потому что у ТТД есть четкие понятные методы. То есть есть покрытие кодов, есть определенный workflow, как вы его делаете. Вы пишите тесты, то есть красный, зеленый, рефакторный, красный, зеленый, рефакторный и так далее. То есть вы пишите тесты, вы следуете вот этому циклу, и это формирует методологию. Поэтому называется ТТД. А с асертами такой лично текущей методы нет. Существует просто рекомендация, используйте больше. Вы можете начать делать методы, если у вас есть инструменты по типу сонара или лидинта на проекте. Вы можете считать плотность серфов на количество хода и видеть. Оно растется, время его не уменьшается. С третьим у вас на 100 строчек хода должно быть 5-6 серфов. Это та субъективная оценка, которую я буду дать, исходя из проекта методологии. То есть, естественно, если у вас есть много небезопасных операций, таких как обращение к сети, к базе данных, к какому-то внешнему источнику, или обращение, формирование каких-то данных. То есть, если вы формируете данные, то тоже было бы неплохо, но прийти с серфом целостность. Что вы сформировали все данные, что у вас ничего не потерялось. То есть, это тоже относится к серфам, лучше покрывать. Выводы можно сделать довольно-таки линейные и простые. Использование серфов не несет больших негативных сторон. По времени это не является затратной технологией. Это является способом описать намерения и структурировать код, который вы пишете. А если учесть, что код пишется в 90% случаев для того, чтобы быть прочитанным другим программистом, эти усилия вернутся вам в 100 крат. Не только когда вы пишете, или когда вы встретите какой-нибудь проект, тщательно покрываясь остаться. Я думаю, если у вас просто поработать с таким кодом, вы сами заметите, но если вы создадите этот код, который потом придет к другому программисту, вам будет приятнее вдвойне от того, что кто-то не испытывал мучительный борьб от попыток разобраться, что же вы попытались написать и как именно нужно работать с вашей моделью. Документация в коде – это код должен быть самодокументируемым. А серф – это один из способов повысить уровень самодокументации кода. Повысить и сделать его более понятным, более линейным. И не обрабатывать все пути и ставить обработчики ошибок, которые никогда не произойдут, а сделать тот линейным, просто ограниченным возможностью его развития. Именно через ограничения возможностей достигается стройность и штабельность кода. Ну, на этом, думаю, все. Вот, если есть какие-то вопросы развернутые, вы можете всегда обращаться на мой мейл. Если кому-то не так, ну вот, баллок с обладным веком, я отвечу вам. Остальные контакты тоже могут предоставить. И скайп, и все, что угодно. Ну, думаю, сама конференция не сильная, информативная. Я хочу сделать небольшое демо. То, как выглядит реальный живой конферсерка, оно чуть-чуть не сложилось. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отречу. Да? Если бы ты, пожалуйста, расскажите о том, что все, что нужно поменять, когда мы работаем в финишном объеме. Допустим, я хочу найти юзера в одной из социальных сетей. Сделаем две социальные сети. Твиттеры, то есть вот же эти социальные сети предоставляют API для работы. И это все удобнее. Для того, чтобы сэкономить время, мешать поправить социальные сети, будут отдавать ответы по очереди. А в мобильный интернет, ну и прочей архитикой, это все, конечно, не видно. Я делаю распараллельно, да, это такой синхронный запрос. Каким образом необходимо вы ставите в серпе здесь и уместно или не лучше? А серпы будут здесь, безусловно, уместно, после того, что вы делаете распараллельно. Нет смысла покрывать все о том, что пользователь существует или не существует. Это не есть исключительная ситуация, это не есть ошибка. Вообще это хэппаст. То, что пользователя нет, это хэппаст. Так и бывает. Он может быть, может быть, нормально. Все это не так появляется аномалия. То есть это детектор аномалий. А в случае распараллеливания что может быть? Распараллельно может быть в том, что у вас все исполнение метода закончилось, то есть вся ваша синхронная, но какого-то из юзеров не существует. То есть явно, что какой-то один из потоков все еще работает, а вы уже получили код, который говорит, что закончился. Это серпинг. Нужно проверить, что вы стартанули его два раза и закончили. Что можно обойтись симофорами и просто не допустить такую ситуацию. В таком случае серпинг не нужен. А серпинг в данном случае нужен, если вы распараллеливаете это для обеспечения целостности данных, что все работает так, как вы запланировали. Кроме серпинга есть другие способы, которые просто не дадут ему по-другому работать. Те же самые симофоры. Диспатч симофор, который остановит исполнение, пока все не закончится. Но диспатч симофор может закончиться по таймауту 30 секунд. Там уже нужно проверить серпинг, что он закончился не по таймауту, а корректно. Т.е. если он закончился по таймауту 30 секунд, то тоже что-то сломалось. Потому что никакой пояс в состоянии сети не должен идти 30 секунд. Такой бы медленный интернет у вас не был. 30 секунд операция сети не должна. У нее должны раньше ее отменить, чтобы сделать минуту. Минута. Могут быть разные амотации. В целом, этот пример хороший, потому что, допустим, еще может быть осерт, что вы получили данные пользователя, и что в нем все-таки есть нужная вам информация. Допустим, имейл. Если вы рассчитываете получить имейл, а там его нет, то вариант 3. Сеть изменила свой API, и вам нужно построить сетно серпинг. Юзер не предоставил свою информацию. И тогда это не должно быть исключением, это должно быть обрабатываемым состоянием. Т.е. если нет имейла по какой-то причине, вы должны обработать эту причину. А нет имейла по другим причинам, что допустим, нет связи с сервером, вы не получили. Это тоже не серпинг, это как бы исключение. Но в вашей конкретной логике может быть осетка. Если у вас положение не имеет смысла работы, если вы не нашли юзера в двух сетях, и вы должны это гарантировать всеми своими фибрами людей, это должно быть железобетонным, то осетка лишнего не будет. По крайней мере, он покажет для читателя этого кода, что на данной этапе, после данной точки, то нужно рассчитывать, что у тебя есть любые юзеры. Т.е. средства документирования и передачи информации тоже можно использовать. Еще какие-то вопросы? Да? Наличием работы с assertive handler. Сам по себе assert просто вызовет сикстоп и все на этом закончится. Т.е. NS assert позволяет связаться с наш assertive handler, как-то варьировать эту работу. Ну и, в общем-то, он больше заточен на object.fc. Обычный assertive — это сичный assertive handler, и он не ту немножко мета-информацию предоставляет. Object.fc, NS assertive, он позволяет предоставить информацию непосредственно о методе, селекторе, классе и прочих вещах. Существуют также еще версии NS assertive для все функции. NSC assertive, NSC параметр assertive. Эти assertive нужно использовать блоком. Блоки являются C-функцией в runtime, ну, воспринимаются в runtime как C-функции. Поэтому попытка получить какой-то select, в котором находится метод, приведет к неудаче. Ну, и информация будет неполная. Здесь можно использовать NSC assert для эмуляции работы обычного assertive, но в пусть assertive. Вот. А, еще один вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...